Приветствую вас, и ссоры никогда не возникают просто так. То есть, если вы ссоритесь из-за всяких пустяков, да, то, значит, проблема кроется где-то в более глубоком, как бы, разрезе ваших отношений. И то, что вырывается наружу, то, что вы ссоритесь из-за пустяков, говорит о постоянной неудовлетворенности вами, о неудовлетворенности вас, точнее, друг другом. И, может быть, о неудовлетворенности даже собой, самими собой, понимаете? Поэтому здесь необходимо анализировать в первую очередь вашу собственную ответственность, вашу собственную роль в этих ссорах, которые происходят. И уже потом, после этого, можно будет что-то говорить о том, как меньше ссориться. Смотрите, сейчас вы говорите, значит, что не так посмотрел, не так сказала, и просто скандал. получается, что вы проецируете на себя то, что делает ваш молодой человек. Например. То есть, он не так посмотрел или не так сказал, что и вы тут же значит разозлились. Тонкость вся в том, почему вы разозлились. тонкость. Тонкость не в том, почему мужчина ну отреагировал как-то плохо там или агрессивно, а только в том, почему вы так отреагировали. ведь мы не молим обидеться за него, но молим помочь вам. И для того, чтобы вам помочь, нам нужно больше информации о вас, чтобы понять, что с вами происходит, чтобы понять, почему вы именно так воспринимаете поведение своего молодого человека, который вроде как вас любит. В своем прожжем вопросе вы писали о том, что вы ревнуете. И может быть именно ревность стала причиной того, почему вы постоянно ссоритесь с молодым человеком. То есть молодому человеку не нравится, например, что вы ему не доверяете, допустим, а вы постоянно на взводе из-за того, что его ревнуете. Соответственно, здесь необходимо вот эти два компонента отделить друг от друга. То есть смотрите, если вы ревнуете, то это исключительно только важная проблематика. Если вы ненавидите его бывшую девочку, это значит, что она для вас создает угрозу, а это значит, что вы боитесь потерять молодого человека, это значит, что вам для чего-то нужно. И здесь можно говорить о том, что ваши чувства к нему не являются чистой любовью любовью таковой. То есть там, помимо любви, есть еще какие-то примеси. Личные собственные желания, личные собственные потребности какие-то, понимаете? стремление И вот это все, например, неуверенность в себе, как вам сказал в вашем вопросе первым, мой коллега, неуверенность в себе, низкая самооценка, стремление к слиянию, именно к слиянию с молодым человеком. То есть тут, соответственно, психотический симптом может иметь место быть. Вот, психотический симптом, он связан с тем, что вы нуждаетесь в другом человеке, в ком-то вообще нуждаетесь, потому что в детстве родители были от вас далеко, ну или отстраненными они были от вас, и соответственно именно поэтому вы нуждаетесь в молодом человеке на более таком сильном уровне. здесь нужно также с этим разбираться, насколько вы самостоятель в отношениях, насколько вы независимы в них, соответственно, как много вы проводите времени вместе с молодым человеком, как много вы проводите времени порознь, это тоже очень все важные моменты. И далее соответственно необходимо будет разобраться с вашей резностью и с первыми ссорами. То есть, как правило, первые ссоры, всегда берут свое начало из каких-то первичных ситуаций, которые были как тогда-то в вашей жизни каких-то недопониманий, недоговоренностей, недомолвок и так далее. И вследствие этого эти недопонимания и недоговоренности, они остались. и поскольку сама ситуация она уже забылась, ну время не прошло, время прошло какое-то вот и так далее. Но чувства, эмоции, ассоциативная связь осталась. и человек сам того не подозревая вторится именно по этой причине. Вот. Поэтому здесь нужно вот обязательно проанализировать все, что связано с вашими ссорами. Вот. Не стоит воспринимать их ссоры. И еще раз. Как что-то такое пустяковое, как что-то ну не самостоятельное. И тут как что-то самостоятельное. Они стоят эмоции, чувства, обиды, непонимания, может быть и так далее. Ну и помните, что если вы не будете свободны в отношениях, то вы не сможете быть счастливой в них и не сможете сделать своего мужчину счастливым. А это означает, что поводы для ссор формально сохранятся и будут продолжать портить вам жизнь. вот то есть давайте поведем такой некий итог. то что вы ссорите это поведенческая модель. то есть ваши ссоры это по сути защитный механизм ваших сознаний и ваших психик. если бы не это если бы не вот ну если бы не ссоры то вы либо болели очень сильно либо у вас развивалась психосоматика либо было ну нечто еще нечто такое что можно было бы назвать для вас очень негативными проявлениями. то есть ссоры по сути снимают напряжение. но само по себе напряжение напряжение из ниоткуда не берется. и поэтому за ссорами что-то стоит практически всегда. и поэтому вот данный аспект его необходимо иметь в виду. потому что если вы считаете что ссоры ну просто ссоры и не более того то есть риск что ваши отношения никогда не станут лучше и в итоге вы просто ну можете расстаться да со своим молодым человеком и опять же по итогу будет только разочарование боли и возможно какие-то комплексы которые не позволят вам ну в дальнейшем строить адекватные отношения с мужчинами вот а я думаю именно так можно ответить вам на ваш вопрос надеюсь что помог вам если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи спасибо спасибо Продолжение следует...